Далее наша рубрика интернет-обзор. Узнаем, что ждет курильщиков, куда слетать в отпуск из Красноярска, а также покажем, как военные покидали наш район. Госдума 21 июля рассмотрит во втором чтении два законопроекта об ожесточении антитабачного законодательства. Данную меру планируется расширить на вейпы, электронные сигареты и кальяны. Кроме того, депутаты предлагают увеличить штрафы за продажу табачных изделий детям. За нарушение ограничений, связанных с их оборотом и использованием, предлагается ввести административную ответственность. Например, демонстрация курения вейпов и кальянов может быть запрещена на телегране, пишет РИА Новости. Кроме того, штрафы предусмотрены за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, за курение на детских площадках от 2 до 3 тысяч рублей. Поправки также предполагают запрет курения в коммунальных квартирах и обязанность работодателей обеспечить сотрудникам благоприятную среду без табачного дыма. Пора в отпуск. Авиакомпания «Нордстар» запустит рейсы из Красноярска и Москвы в Геленджик. Полеты на направлениях Красноярск-Геленджик-Красноярск и Москва-Геленджик-Москва будут выполняться, начиная со 2 августа 2020 года на воздушных судах Boeing 737-800, сообщает кровой портал newslab.ru. Из Красноярска в Геленджик самолеты будут летать по воскресеньям, время вылета 7.05. Обратный вылет из Геленджика по воскресеньям в 12.00 местного времени, прибытие в Красноярск в 21.50. Длительность полета составит 5 часов 50 минут. Военный госпиталь в Северонесельском районе завершил свою работу. Военные свернули госпиталь в Северонесельском районе, где лечили больных коронавирусом, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Госпиталь в поселке Еруда начал свою работу с 18 мая. В нем работали специалисты медицинской службы Центрального военного округа и Федерального медико-биологического агентства. За весь период в нем прошли лечение более 200 человек.